Сургутский район 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 Итоги. О конкретных мероприятиях чуть позже. Какие итоги? Рост численности 15%. То есть в отличие от российской глубинки, наша деревня, у нас все-таки деревня, город Сургут рядом, вот об этом тоже чуть дальше, значит, наши деревни не умирают, а прирастают. Первые три показателя инвестиций в основной капитал, промпроизводство и среднемесячная зарплата, это, конечно, благодаря нашим нефтяникам. У нас 9 уинков, это благодарим. А вот снижение коэффициента напряженности в 70 раз, это вот работа как раз наших отраслевых органов. У нас сейчас в банке вакансий более 2000 вакансий. Обеспеченность жильем на 30% рост, капитальным жильем, обеспеченность качественной водой почти что в три раза, было 40%, сейчас 99,4%. Даже самые удаленные деревни за 400 километров обеспечены чистой водой. Очереди в детские сады ликвидированы полностью, доля учащихся во вторую смену 8%, когда-то было 45%. Первый проект. Инвестиционная стратегия. Ну, кто-то скажет, что это не стратегия, но для нас это было как вызов. Почему? Ну, первый разбитый тезис, потому что за счет бюджетных средств все не решить, сколько не проси у кого, да. И как бы, ну, заезжено это не звучало, но создавая условия, многие вещи можно решить не за бюджетные деньги. И во-вторых, мы к 2015 году занимали почетное 22 место из 22 муниципалитетов в инвест-рейтинге Югры три года подряд. А уж если в чем-то принимать участие, то лучше быть первыми, чем последними. Поэтому мы за это взялись. Какие механизмы? Их много, у всех они примерно одинаковые. Обращу вот на основные. Снижение административных барьеров, если мы хотим привести бизнес. Ну, что для него важно? Что мы сделали? Чему нету аналогов? Выдача разрешения на строительство 4 рабочих дня. Выдача разрешения на вот 4 рабочих дня. Выдача ГПЗУ 7 рабочих дней. Выдача разрешения на подключение к сетям 5 рабочих дней. Причем путем, конечно, там пускания крови, смены 6-7 управленческих команд. Теперь у нас руководители ресурсоснабжающих организаций, там мысли нету не то, чтобы отказать. Они ходят, дергают за рукав, спрашивают, что вам надо. Финансовая поддержка. У нас были гранты-миллионники, потом гранты-пяти миллионники. Сейчас есть уникальный грант 15 миллионов рублей. Это за счет средств бюджета района на создание рабочих мест именно в труднодоступных удаленных поселениях. Муниципально-частное партнерство выделено. Просто как божий день, пожалуйста, земельный участок любого размера за 1 рубль, если приходишь со своими инвестициями. Просто, но почему-то никто не использует. Бюджет развития, о чем я говорил. Если вы не покажете, что вы готовы в этом участвовать, никто вам своих денег не даст. И финансово-имущественная поддержка. Можно долго рассказывать, их 48 наименований. Сухой остаток в том, что мы единственный муниципалитет в Югре, кто тратит денег больше, чем дает субъект на поддержку МСП, малого и среднего предпринимательства, в 2,5-3 раза больше. Вот эти все гранты-миллионники, 5-миллионники, 15-миллионники, это за счет средств местного бюджета. Итог. Цифр много, обращу ваше внимание. Никто не верил. Вот, значит, но рост тубъектов малого и среднего бизнеса 2,6 раза. Рост количества занятых, несмотря на то, что нефтяники все хотят работать у них, в 3,5 раза. Рост поступлений от спецрежимов в 2 раза. Это с учетом того, что налоговая каждый год чистит реестр. 9 проектов на 5 миллиардов рублей. Мы были первыми, кто заключил и реализовал два концессионных соглашения на строительство школ. Никто не верил в концессию в школах. Две школы введены в этом году. Третье заключили буквально месяц назад. Мы, надеюсь, будем первыми, кто не просто заключит, а доведет, ведет объекты по муниципальной концессии по объектам спорта. Сейчас же вся концессия либо с институтами развития, либо с субъектами. А мы вспоминаем бюджет развития, показываем, что деньги есть у нас, и инвесторы готовы работать именно с нами напрямую. Первое место в инвест-рейтинге Югры 5 лет подряд. 4 года занимали в региональном этапе «Золотой Меркурий». В прошлом году взяли первое место в национальной премии «Золотой Меркурий» развития предпринимательства. И в прошлом году журнал «Бюджет» назвал Сургутский район лучшей муниципальной практикой в сфере управления общественными финансами. Второй проект – обеспечение комфортным и доступным жильем. Кто-то скажет тоже не про стратегию, для нас это был вызов, потому что на север ехали, на год оставались навсегда. 250 балков, 560 тысяч квадратных метров аварийного жилья. Опять же помним создание условий для бизнеса, снижение адмбарьеров. Бюджет развития показывает, что деньги есть в бюджете района, готовы выкупать. Как итог, много цифр. Пятилетка с 2017 по 2021 год построена и выкуплена. 3,5 тысячи квартир на 9 миллиардов рублей. Предыдущая пятилетка в 3,5 раза меньше. 2,5 миллиарда рублей и 966 квартир. Минус 250 балков, минус 200 тысяч квадратных метров аварийного жилья. И третий проект обеспечения спортивной инфраструктурой. Спорт это действительно норма жизни. Я искренне убежден, что если мы хотим здоровую нацию, объектов спорта должно быть не меньше, чем магазинов красного и белого. Никого не хочу обидеть. Значит, опять же к 2015 году, два года подряд на последнем месте игре по обеспеченности спортивными сооружениями и количеству занимающихся. Опять же механизмы МОЧП, снижение анбарьеров и финансовая заинтересованность. Как результат, последняя пятилетка, 17-21 год к предыдущей пятилетке, построено 36 объектов спорта против трех. Количество занимающихся спортом увеличилось с 20 до 56. И обеспеченность спортивными сооружениями с 23 до 60%. У меня все. Спасибо.